Евгения Райхлина одна из самых юных участниц первенства России по фехтованию среди кадетов. В стартовой классификации она была лишь 26-й, но очень хорошо отфехтовала на предварительном этапе и ранжировалась восьмой в таблице после групп. В поединке за вход в четверку ее ждал третий номер всероссийского рейтинга ростовчанка Евгения Жаркова. Ни разу в жизни с ней не фехтовала, но я с ней общалась немножко, она хорошая девочка, вот, добрая такая, а так, ну, мои девочки, с которыми я занимаюсь, они, ну, ни разу ее не выигрывали, вот, и сейчас Настя Балягина проиграла ей первый номер по 2002 году в России, вот, и так немножко как-то страшно, но посмотрим. Райхлина проиграла ростовчанке и заняла в итоге пятое место. То, что Евгения Жаркова окажется в призах, было ожидаемо. Она выиграла все бои в пуллах и стала первым номером в списке жеребьевки, а ее соперница на этапе 1-2, москвичка Диана Александрова, стала самым неожиданным участником решающих боев. В этом сезоне у столичной спортсменки еще не было ни одного личного подиума, и в группах она проиграла сразу несколько боев. И в полуфинале Александрова победить не смогла, пропустив финал Жаркову. Я вообще начала плохой сезон, но на Россию я настраивалась долго, готовилась, надеялась попасть в четверку, попала, рада. Ну, конечно, могла бы получше, но я считаю, хороший результат. Вместе с Александровой третью строчку заняла Элла Минулина. А в решающем поединке Евгении Жарковой противостояла москвичка Айзонат Муртазаева. Финал прошел в острейшей борьбе. Вопреки ожиданиям чаще лидировала ростовчанка, но при счете 14-14 Муртазаева оказалась точнее. Для Айзонат золото первенство России стало уже вторым в этом сезоне. В январе столичная шпажистка поднялась на высшую ступень пьедестала на юниорском чемпионате страны. Здесь тяжелее, потому что там более... Ну, там интереснее фехтовать, там более сильные, больше настроя. А тут можно недооценить и проиграть из-за этого. 3 февраля пройдет командное первенство России среди кадетов по фехтованию на шпаге. Фаворитами у девушек являются спортсменки из Татарстана, а у юношей представители Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok